На полноценное и стабильное развитие жизни в республике в 2020 году повлияло много факторов, как внешних, так и внутренних, отметил в ходе своего доклада генпрокурор Урузмак Джагаев. Внешний фактор – это распространение коронавирусной инфекции по всему миру и ограничительные меры, связанные с ней. Внутренние факторы – это протестная акция в исправительной колонии Министерства юстиции Республики Южная Осетия, посягательство на жизнь министра внутренних дел, смерть подозреваемого Инала Джабиева, спровоцировавшая несанкционированные митинги, отставка правительства, бойкотирование работы парламента. Все эти обстоятельства не могли положительно отразиться на жизнедеятельности республики, на динамику преступности, обеспечения законности, правопорядка на работу государственных органов, правоохранительных органов и силовых структур. Но твердая позиция руководства республики и консолидация вокруг него здоровых сил общества, правоохранительных органов и силовых структур не дали возможности выйти из ситуации из-под контроля. Об этом свидетельствует динамика преступности и состояние законности и правопорядка в 2020 году. Несмотря на все трудности, Генеральная прокуратура в 2020 году проделала огромную работу. Уровень преступности снизился. В 2020 году было совершено 135 преступлений, в 2019 – 161 преступлений. Раскрываемость составила 80%. По словам Урузмага Джагаева, необходимо обратить внимание на экономический фактор – безработицу, способствующую совершению преступлений при отсутствии постоянного источника доходов. Особое внимание генпрокурор уделил преступлениям с участием несовершеннолетних. За отчетным период с участием несовершеннолетних зарегистрировано 5 преступлений. В целом, по республике состоят на профилактическом учете 16 трудновоспитуемых подростков и 47 социально неблагополучных семей. За различные правонарушения было доставлено в 2020 году 79 несовершеннолетних. Генеральная прокуратура постоянно вносит свой вклад в работу по предупреждению и пресечению правонарушений среди несовершеннолетних. Каждые полгода производится проверка состояния законности в деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав при администрации города и районов. Проверяется состояние законности в деятельности инспекции по делам несовершеннолетних в системе МВД. Регулярно в Генеральную прокуратуру республики приглашаются члены комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при администрациях города, районов, инспектора инспекции по делам несовершеннолетних. Осуждаются вопросы о проделанной работе за отчетные периоды. Между тем, непростая ситуация складывается в сфере незаконного оборота наркотических средств. В 2020 году отмечается рост количества лиц, употребляющих наркотические вещества. По словам Генерального прокурора, в этом году усилия прокуратуры в вопросах незаконного оборота наркотических средств будут нацелены именно в этом направлении. Глава государства Анатолий Бибилов тоже затронул проблему, связанную с наркотическими веществами. По словам президента, эта проблема на сегодняшний день стоит остро, и нужно сделать все необходимое для предотвращения незаконного употребления и оборота наркотических средств. Президент также подчеркнул, что сегодня идет информационная атака на представителей власти, в том числе и на Генеральную прокуратуру. Это не может не сказываться на работе надзорного ведомства. Все мероприятия, все шаги, которые необходимо было принять, конечно предприняты. Когда прокурор приносит 18 томов уголовного дела, ставит им на стол, вот этим депутатам потерпевшей стороне, говорит, вы как говорите, что прокуратура не работает. Вот вам 18 томов уголовных дел, где каждый дом, по-моему, там 250 или там 250 с лишним страниц. То есть еще раз, эти люди должны показать обществу, что прокуратура это те люди, которые не беспокоятся о законе, которые не хотят наказывать людей, совершивших преступления, которые абсолютно против своего народа, ни черта они не патриоты, ни черта они не профессионалы, и вот это вот шаг за шагом пытаются донести до нашего народа. Ведь абсолютно понятно, что эти же прокуроры, эти же милиционеры, которые днем и ночью служат, выполняют свои обязанности. Они тоже из народа, мы все из народа. Мы все представители народа, начиная от президента и заканчивая каждым гражданином Республики Южной Осетии. Нет, нас должны отделить, нас должны сделать, что никакого отношения там правительство не имеет общего, ничего не имеет общего с народом, что у них своя тема, у народа своя тема. Вот это разграничение, раскол, это без сомнения на руку тем людям, которые с одной стороны пытаются дорваться до власти, хотите дорваться до власти, подождите выборов и выбирайтесь. Глава государства выразил уверенность, что и впредь деятельность Генеральной прокуратуры будет на высоком уровне. Также указом президента заместителю генерального прокурора Магомеду Багаеву дали почетное звание заслуженного юриста Республики Южная Осетия. Стелла Бязрова, Александр Кукоев, Сармат Гузитаев, Залина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.